Жители Лесосибирска и Назарова получили возможность оформлять документы без очередей. В этих городах открылись многофункциональные центры, которые работают по принципу единого окна. Какие вопросы можно решить и будут ли открываться такие же центры в других городах края, знает Надежда Семендяева. Суеты никакой нет, свободно, пространство. Свой сложный земельный вопрос жительница Лесосибирска Вера Алексеевна решила за один час. Нашлось даже время поговорить с журналистами. Для пенсионерки это настоящее открытие, ведь еще месяц назад она собиралась идти, оформлять документы в регистрационную палату и стоять там в огромной очереди. Все вопросы, связанные с документооборотом, жителям этого города всегда давались нелегко, рассказывают лесосибирцы. Стояли в очереди, сидели, утром занимали Рана Продюханька. Очень прекрасно. Тогда вот бегали по всем, за белый дом, за белый дом везде. А это уже жительница Назарова. Она говорит примерно о том же и точно такими же словами. Жителей этих двух разных городов объединила одна общая радость. У них открылись многофункциональные центры, которые работают по принципу единого окна. В одном здании люди имеют возможность получать кадастровые паспорта, оформлять недвижимость, анализировать информацию о задолженностях и оформлять пособия. Живых очередей нет, только электронные. Поэтому и нервы у оформителей всегда в порядке. Сначала такие центры открыли в Красноярске. Теперь они активно будут появляться во всех районах края, рассказали в правительстве. Нам вообще по методике федеральной, которая разработана Министерством экономического развития Российской Федерации, необходимо было построить 67 МФЦ. А стоимость открытия одного МФЦ порядка 15 миллионов рублей. Только затраты на его строительство, оснащение оргтехникой, мебелью и так далее. Плюс смета содержания ежегодное. Поэтому мы предложили схему, которая позволила оптимизировать затраты. Замысел специалистов заключается вот в чем. В отдельных зданиях многофункциональные центры появятся в городах, население которых не менее 25 тысяч человек. Там, где людей меньше, будут появляться такие же центры, но на базе Почты России или Сбербанка. Идут все необходимые согласования. Надежда Семендиева, Александр Сафонов, Лилия Ифанова, Сергей Бурмакин, Дмитрий Шевцов. Новости.